Добрый день всем. Бориса Ивановна, доложите, пожалуйста. В соответствии с вашим поручением, получил в четверг на военном совещании, мы пригласили на это совещание три подрядных организации, представителей, директоров, сереле командит сет, господин Никанор, сереле облавит конструктор Анатолий Константинович Вылку, и Криантком его нет, он не пришел, не знаю почему. Также мы пригласили Глорию Инженерик, заинтересованное лицо, и директора архитектурно-планировочного бюро, который может, могут выполнять работу по проектированию подключений к магистральным сетям по сетям и канализации. И пригласили еще проектировщицу, которая, она в пути подходит, которая выполняла проекты, которые есть, проекты 80, извините, 45 проектов по подключению физических лиц, которые вы выполнены. Домовладение 186, 45 проектов выполнено, 45 проектов есть, на бумажном носителе, проекты. 45 домовладений по подключению 40. Получается, что 140, что не сделали проекты? Выдано 86 тех условий, а остальные не получали. 140 получается домовладений? Я правильно говорю? Да. Вы не получали проекты? Проектов нету. У 140 проекта нет. А представители улицы Саровской? Есть. Есть группа поддержки. Да, Лиза. Я просто вас не вижу. Рисосей, да. И как, Элина, вы нам скажете, что 140 домовладений не получили, не сделали проекты? Я хочу сказать, что проекты делались и соседям. Это один проект на три дома. Четыре, если возможно, колодки. Нет, это мы пришли к токаму. Мы пришли к токаму. Мы пришли к токаму. Отдельно к токаму. Домовладения. Проекты, да. Проекты меньше. Вот почему мы домовладения? Много пенсионеров, которые они могут себе позволить. Это дорого. Проекты сделать? Проекты сделать дорого. Не проекты, а само подключение. Мы сейчас собрались по подключению, а проект же там, на сколько стоит, докладывали 500 лей. Я просто тогда слышал, что там и работники сферы банковских услуг возмущались за 500 лей. Ну, может, знаете как, но я, извините. Еще по гримотеру, Николай Николаевичу, многие, вот почему мы хотим делать проект, они слышат сумму на подключение. 15 тысяч, 18 тысяч, они слышат эту сумму и думают, откуда мы возьмем эти деньги. И останавливаются вот в этом. Поэтому мы хотели бы какие-то фирмы, чтобы хотя бы реально... Скажите мне, присутствует здесь эта компания, которую делала вот этой женщине, Лариса Ивановна? Нет, их нету. Их нету? То есть женщине уже сделали 12 метров. Нет. Я, если можно, поясню, что стоимость работ зависит от состава проектной документации, ну и протяженности трубы. На какой диаметр трубы? Ну, все, 160 труба, СН-8. И от протяженности на глубину заложения. Потому что есть дома, у которых контр-уклон присутствует, там нужен ставить обратный клапан. Есть у кого самотечная экономизация, соответственно, этого обратного клапана нет. Понимаете, это все зависит от способа прокладки, укладки этой суммы. Проблема в клапане, проблема в подрядчике. Суммы разные, они понятны. Вот это называется тендер, понимаете? Вот это называется тендер. Вот это называется публичные торги. Вы можете у кого угодно запросить, дать его проекты, кто угодно вам обсчитает свои виды, эти виды работы. За сколько он согласен сделает? Сумма 15 и выше. Вот сидят два представителя парадной документации. У нас 18 полонных метров, было посчитано 20 126 лет. Мы считаем, что это дороговато. Очень много расходных материалов, плюс, написано. Я посоветовалась с людьми, они говорят, что здесь много. Дайте другому подрядчику, вот еще один подрядчик. Если бы вот я не знакома была, она именно включается. Хорошо. Значит, экономический агент, вот у нас их только здесь двое, да? А тот, кто выполнял именно работы по улице Саровска, его нет? Он сегодня не может? Нет, который выполнял работы по подключениям вы имеете в виду? Да, их здесь нет. Нет, его нет. Еще мы ведем переговоры с той подрядной организацией, которая выполняла работу по магистральным сетям. Ну, от них человека. Хорошо, что скажут представители компаний, которые могут выполнять эти услуги? Вот что люди говорят, что это цена неподъемная, 18 тысяч, 15 тысяч. Надо посчитать, я бы посмотреть, что вообще. То есть вы не видели еще даже вот этих документов, да? Проект. У меня на руках его дома показать, может быть. Тут на три дома. Есть расчеты. На три дома. На три дома какая сумма? У каждого. У каждого по 20 тысяч. У меня 17, у меня 20. И у меня чуть меньше. А вы говорили с представителем этой организации, что болтал этот еще? Ну, вот с Николой. Не, ну вы говорили с ним. Вы говорили с ним. Я сказал, что это дорого, извините, это дорого. Он не предлагал. 50 с чем-то тысяч получается на один колодец подключить. Да. Это бедные районы. Вы подумайте, 50 с чем-то тысяч на один колодец. Сколько метров трубы там? Уберподимить туда, вы можете? Ну, не сложно. А можете? 6, Марина, да, получается, 17 тысяч. Мне, пожалуйста, можно. Подай телефону дальше. Вот так. Я уже прислала. Поэтому люди не подключаются. Поэтому люди не берут ни проекции, а не видят эту сумму. Это там, где? 29, находим магазин. На против магазина, где завод, да? 29, номер 2. Мы еще пригласили архитектурно-планировочное ледбюро, как проектирующую организацию. Они тоже могут пояснить, что они... Ну, у нас проекты небольшие, от 500, ну, до 600 лет, не больше. Проектная документация маленькая. Но стоимость работы, это уже высчитывается. Ну, что вы закладываете? Это 2016-й дом, вот у меня есть проект. Что вы закладываете в СМИ, в проект, что вы закладываете? Ну, и материалки, это и тубы, и клавана, и все, все, что надо... То, что закладывают в проект, мы понимаем. То, что исключается из проекта. Потом вот эти уходки, это они, эти непонятные высказывания. Те, кто не умеет читать проекты, начинают говорить, вот тут заложили виды работ, вот, а когда идут на уменьшение, тогда и соответственно становится эта цена. Может, там те виды работы не нужны, а вы их заложили, ну, согласно проекту. В каждом конкретном случае рассматриваются. Что мы, Лариса Ивановна, можем как помочь людям? Ну, вот, во-первых, у кого нету проектов, нужно сделать проект, вы можете обратиться не только туда, куда... Правильно, мы услышали, проект стоит 500 лет. Все, мы это услышали, мы это в курсе, и люди это в курсе. Они придут, докажут за 500 лет проекта. Проблем никаких нет. Но вы слышите дальше, что люди слышат, когда цена подключения стоит 15, 16, 17, там 20 тысяч я слышу уже. То есть, конечно, они не хотят брать тот проект. Закрывайте вашу дорогу, и все, они как пользовались, делайте им закладки, когда они будут... смогут, тогда они будут подключаться. Дело в том, что стоимость, опять же, зависит от трубы, диаметра и толщины трубы, так и протяженности. Послушайте, Лариса Ивановна, получается, 186 домовладений. 186, получается, будет подключений. Что, нельзя было как-то собраться, чтобы экономические агенты дали нормальную цену за все 186? Что, неужели надо рубить каждого по 20? Я с вами абсолютно согласна, Николай Николаевич. Вот если на 4, господин Николаевич, тут можно какую-то скидку сделать? Вот в конкретном случае. Вручную надо, там кабелей много, надо вручную все скрывать кабель. А экскаватору нельзя подключать. Пересечение кабель. Еще такой вопрос. Я в июне писала в Сорокской 29 заявление о стиле дерева. Канализация проходит прямо возле дерева. 25 июня было принято, отправлено в Кишинев. Я звонила по номеру, как выдавали. Мне ответили, что еще с Кишинева должна прийти какая-то авторизация. Она еще не пришла. С июня месяца. А по проекту прямо, а это дерево твердой породы. Я запросил эту информацию еще вчера после совещания. Сегодня будем знать по этому дереву. На это дерево мы 5 лет назад еще писали. Потому что мои соседи, они 29, я 31. 5 лет назад мы писали. Приехала группа, создали группу. Она приехала, посмотрела, сказала, буду срезать лед. 5 лет прошло, ледку никакой не срезали сухой на том дереве. Наберите, Зноль. Конкретно в этом случае. И писали в Кримарию, писали в извинении, звонили. Группа приехала, то есть начальники, посмотрели и уехали. Вот понимаете, это не так просто снести. Я вообще не знаю, что дерево, бедность, дерево никто не может просто. Там реклама перула. Но за 5 лет можно было принять решение, которое уже после... Это не мы принимаем решение. Я принимаю. Это решение окончательной экологии. Они дают разрешение на снос дерева или на его омоложение. Это не Зиньковский делает. Я понимаю, у вас. Я просто говорю, что еще 5 лет до этого написали тоже. Вы знаете, сколько я воевал на лестничках, чтобы нам разрешили самосер снять? Самосер. И постоянно приходил отказ. А у меня предложение. Если мы подписываем... На громкой связи на совещании с жителями улицы Сорокской. Сорокская, 29. Написали на снос. 5 лет назад. Еще летом на снос, как лет на обрез. Нужно срочно... Дай информацию срочно. Когда и что с этим сносом. Что? Вечер, вы знаете, получили авторизацию. Звонишь. У меня предложение. Если мы договариваемся с подрядчиком, мы можем собрать все документы, все проекты, чтобы сделали расчеты. И, опять же, хотелось бы, чтобы этот человек сделал и разрешение взял на всю улицу. Всем желающим. Если бы можно было бы рассчитываться... Не всю сумму сразу выплатить о подключении, а частично. Как, допустим, кабельное подключали. Мы тоже в течение полугода рассчитывались. Мне кажется, это было бы не так больно. Всю сумму сразу рассчитаться. Это возможно вообще? Как вариант? Ну, хотя бы 50 процентов, а потом, похоже, нет никак? Бесят. Это слишком для нас, да? Значит, заключается все в реальной сумме. Что было? Сумма подъемная для людей. Вы же были на Сорокске. Это не то, что у нас район более чудес, там, где двухэтажные дома. Там живут простые люди и обыкновенные дома. Но для них 20 тысяч, 17-18 тысяч. Это не подъемная сумма. Вот даже за газ, когда проводили газ, платили газ. Сначала платили вот одну часть, а потом мы заплатили другую часть. А тут, вы понимаете, мы сразу должны дать такую сумму. Это много. Как-то надо решить. Хорошо, я понял, что это не отмечается. Вот и миллионам попрасил город на эту трубу. Закопали. Так не надо, чтобы она осталась так закопанная. Надо, чтобы люди пользовались. По защите, вот здесь по дереву позвонили. Тот вчера звонил, поэтому... Я. Вам объяснили ситуацию? Что авторизации нет, я же скажу. Что же вы не сказали, что до 11 ноября агентство на ревизии? И никаких ревизий... Вам это сказали? Нет, авторизации. А сказали на авторизации в Кишневе. Я и не знаю, что это. Ну, видите как, а? Ну, вот только сказали, оказывается, что вчера вы говорите, что вы не знаете. Авторизация, я говорю. Правильно же сказал, без авторизации в Кишневе сносите денег. А вы заявляете, так говорите, что 5 лет... Я же сам, я сказала, что меня не писали на Азии в Кишневе, чтобы и обезвести лет. Это другой адрес. У меня еще один вопрос по от объема, зависит ли цена подрядчика, который будет дополнять в работе? У нас уже 7 домов. У вас не 7, у вас 186. Нет, мы указали здесь, сейчас. Нет, ну вы же представляете всю улицу, а не 7 домов. Вы же пришли от всей улицы, а не только от своих домов. Я же просил, чтобы вы были полностью на связи со всей улицей. Да, да. Лариса Ивановна, как нам организовать вот эти 186 домов, чтобы компания посмотрела общую сумму, выбрала эту общую сумму, встретилась с жильцами. Нет, надо, мы опять приедем туда. И чтобы это было приемлемо для всех 186 домов. Но это большой объем. И 186 домов, я понимаю, что не может платить кто-то 10 тысяч, а кто-то будет платить 20 тысяч. Должна быть какая-то одинаковая цена для всех. Есть удаление, я понимаю, кому-то 20 метров тянуть, кому-то 3 метра тянуть. Как в том случае переключение с колодца в колодца, и то 500 леней хотят заплатить за новый проект. Главное, что могут заплатить. Дело в том, что у нас существует всего проектов на 45 домового день. Поэтому, чтобы все остальные еще 185, надо было, чтобы подрядная организация прочитала им, надо все остальные проекты получить. Ну правильно, мы говорили в мае месяце с Горинг-инженерием, так или нет, о том, что вы оповещаете людей. Но вы слышали, что на улице Зародка сказали, что люди даже не знали про это. Да, многие не знали. Как так вы не знали? Не знали, не знали. Мы с соседом, соседом. Ну вот они говорят, смотрите, что не слышали даже про это. Канава 4,5 метра глубины, и никто ничего не знает. Но это же тоже, наверное, как-то звучит, нужно же понимать. Перед воротами канава 4,5 метра глубины, и никто ничего не знает. Многие думали, что бесплатно. Вот там в Замосе, когда же, моя точка, где работает, говорили, буду делать бесплатно. Мы говорили, нет, надо платить деньги. Людям просто не было информации. На самом деле не было. Хотя бы вот у нас магазин, 44-й, надо было повесить объявление за проектами, в такую-то организацию. Это хорошо, но я про это говорю каждую среду. Я про это говорил каждую пятницу про улицу Зародка. Неужели никто не слышит? Ну вот находятся люди, которые говорят, нет. Давайте повесим объявление на магазин. Тогда уже они не скажут, что они не слышали. Давайте повесим объявление. Это ваша задача. Повесьте, пожалуйста, объявление. Сегодня у нас уже октябрь. Людям надо объяснить. Если люди не будут подключаться, мы начинаем ремонтные работы и закрываем сорокку у вас с вами. Потом никто не даст уже вскрывать. По радио еще можно, да, вскрывать. Ну я не знаю, у нас радио все частные. Кто радио у нас слушает? Это радио школы и 44-й магазин. Значит, повесить на дверях школы, да? Одно объявление. Нет, на остановке. Там есть остановка, вот ты как заходишь в школу, ворота. Там повесить одно. И одно на магазин. Глорин, это ваша задача. Сделайте, пожалуйста, большими буквами, чтобы это было видно. Потому что я не знаю, все лето мы про это говорили. И когда я увидел еще ту женщину с банка, которая говорит, я вообще ничего не знал. Для меня это был вообще нонсенс. Лариса Ивановна, давайте еще поговорите, пожалуйста, с экономическими агентами. Пускай еще какие-то подрядные организации включатся в это. И пускай люди выберут себе, пускай это будут две подрядные организации. Три, я не знаю, кому как выгодно. Просто очень жаль, что нет той подрядной организации, которая выполняла уже работы на этой улице Саровской. И выполнили, я считаю, 12 метров за 10 тысяч. Это приемлемые деньги. Найдите просто их. И когда мы в следующий раз встречаемся, потому что я понимаю, что сейчас не готовы ответить по ценовой политике. И надо изучать проекты. Безусловно, только на основании проекта. Так? Да. А сколько вам надо времени, чтобы вы ознакомились с этим проектом? С существующим. Ну реально так, чтобы вы могли сказать цену, премию мой. Вот я беру делать там 44 домовладения по такой-то, такой-то цене. Недели. Это много. Недели это очень много. До пятницы. До пятницы уложитесь. Смельчик больной. Смельчик больной. Да, и когда узнал, что у нас за пятницу, субботу, воскресенье умерло 44 бельчанина, я чуть не обалдил. Еще вариант. Пусть делают представители УПСА, представители Бермарии, пусть делают сметы и мы их рассмотрим. Как может делать представитель УПСА смету, если у нее нет сменчика и проекта? Так проект, те проекты, которые есть, у них нет. Смельчика нет, у них в штате. Как она может делать? Это лицензированный сменчик. Только так я считаю. А у вас есть сменчики в компании? Мы сами делаем. Ну так вы можете просчитать? Ну вот мы, кто обращается, мы и считаем. Ну видите, говорят, что люди, что вы посчитали один колодец подключения 60 тысяч. Нет, один колодец подключения 60 тысяч. Но 20 тысяч там обладает с одного проекта? Глубина 2,60, там куча кабелей. Ручную копать. Футляр подоставить под этими кабелями. Это все увеличивает стоимость работы. Можем рассмотреть и немножко скинуть, но тоже... Немножко. А еще мне, если можно, предложение. Я не знаю, как жители ваши согласны. Вот сделают проект, обсчитают. Я образно говорю. Вот на вас 5 домов, там 60 тысяч. Грубо говоря, 4 дома 60 тысяч. По 15 тысяч я не привязываюсь. И все платят одинаково. Не один платит 18, а второй 10. Я образно. А все платят. Никогда не согласны. Не, не согласны. Кому-то 10 метров, кому-то 18 метров. Кому-то 6 метров. Кому-то 6 метров. Не согласятся. Разница в цене из-за того, что расстояние соединиться с ним полотцем. Паша, пусть по факту платите. Ну хорошо, если не посчитать вам по факту, вы будете платить? Ну конечно. А если по факту будет стоить 15 тысяч? Ну не 17, не 20. Почему может разница? Ну видите, сейчас вот подрядчик вам говорит, что там надо делать лотки, там много идет сетей, надо это все на 2,70 уходить. Вручную, потому что... Он же говорит вам. Если платно, говорит, там будут бэкскалаты. Ну все, готова вручную, потому что это будет кабеля. Вручную на 2,60. Почему 2,60? У меня полтора. У нас, а у кого-то 2,60? Вот в этом проекте есть... Ну вот же он говорит, 2,60. Титом обладения на глубину 2,60. И... А там воды нет, вот 2,60. Вот всеми коммуникации надо установить футля, чтобы не повредилась труба при обслуживании этих сетей. 2,60, 2,60. Это у Алины, наверное, 2,60. И больше всех. Вот надо спросить проектов, почему такой глубину дают. Потому что все проходит под этим всем делом. Потому что леска в колодец не должна высоко идти. И за это... Не за применение другие методы, чтобы там... Не взял трубу, зайти в колодец, чтобы был большой перепад. А у вас нельзя? Как нельзя? Ну нельзя. Не может быть так. Не, подождите, как положено. Это вы откуда берете так положено? Ваши друзья. СНИП, это все, это нельзя... Ну СНИП-то СНИП какой, Советского Союза? СНИП. НЧМ и все работают. Потому что не должно быть больших перепадов именно канализации стекающих колодец. Теперь это разрушает. Прочистить невозможно. Перепалку другую можно сказать. И поэтому делается большой уклон. Если не получается большой уклон, и уходится в норму до 15 уже процентов, тогда ставится перепадной стоянка колодца. Давайте прочитаем все варианты, какие возможны. Если вы видите, что... Нет, перепадные стоянки сразу робят. Поэтому одни купают все. А в перепады лучше делать большой уклон, который идет... Большой уклон, мы слышим вручную копать 2,70, они... Во-первых, там очень много... Во-первых, водопровод идет. Желательно пройдет водопровод ниже. Что, водопровод ниже. Но если еще не получается, уже идет по кляре. Мы обычно делаем сметы по проекту, а когда выходим на место, делаем так, как должно быть. По факту. По факту. Ну, там уже, конечно, уже, как говорится... Сметы делаем по проекту. Это только... Хорошо. Хорошо. Если вы сами говорите, что вот так вот... И вы говорите, и вы говорите. Так, давайте посмотрим по факту, сколько будет стоить. Давайте возьмем, не знаю, чей это дом. Алинен дом, 60 тысяч, да, у вас? Колодец. На колодец. На колодец. На три дома. Три дома. Давайте возьмем вот ее как образец. Сделаем за неделю 10 дней. Посмотрим по факту, сколько будет стоить. Отсюда будем уже рассказывать всем жителям Саровка, что получается. 73-й дом, женщина говорила, посчитали 22, сделали за 13,5, вот эти 12 метров. По факту. 13,5 по факту, совершенно верно. Можно так выйти из положения? По факту, да. Да. Только что потом не нужно за 20 тысяч. Нет, ну, по факту. Вы же там будете присутствовать. Да. Вы же будете видеть, какие виды работ выполняет подрядчик, правильно? То есть, ушел он на 2,70, вы видите, что на 2,70. Не ушел он, не смог уйти на 2,70, ушел на метр шестьдесят, вы видите, что это метр шестьдесят. Ну, давайте, давайте, ну, 2,70, это вам говорит, что это СНИПы. Почему? Объясняю. Мы когда ставили колодец, вот у нас слевная яма в дворе, мы копали, пока здесь не поступила вода. У нас Носорогская выжигает вода. Давайте начнем. Носорогская, вообще я вам скажу, что, знаете, что там нету даже твердых грунтов под низом, знаете, да? Да, 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 да. Что там тяжелый транспорт вообще не должен ходить, знаете, да? А его туда пустили еще в 70-х годах. И до сих пор. И до сих пор. И до сих пор не ходят там. Так что, Лариса Ивановна, идем на это? Господин Николаевна, сколько вот эти четыре домовладения там у вас обошлись? Или три, сколько? Шестьдесят тысяч три там, говорю. Шестьдесят тысяч три. Давайте по факту перейдем и посмотрим. Семнадцать, семнадцать, двадцать и семнадцать. Ну, это самое дорогостоящее, так понимаете, да? Семнадцать четыре. Дороже ж нету там на сроке, ничего? Семнадцать считали тоже. Ну, тут вот считают, это так же, правильно? Да. Давайте начнем с одного домовладения, то есть с трех. Увидим, что так вы неудобно стали с этой камерой. Слушай, я людей не вижу вообще, а? Куда идти? Куда идти? Вот это именно место. Давайте начнем с вас. Подрядчик приедет, все выполнит по факту. Максимально привязать к проекту и потом. Сядем и будем обсуждать, что получается. А вдруг получается приемлемо все, тогда и нет, не будет никакого у нас спора. Жители и подрядчиков. Да. Так все-таки кто будет подрядчик? Ну, смотрите, это ваш выбор. Опять же, там есть люди, которые выполняли вот за 13 тысяч подключения, да, те вот 20 метров. Просто его здесь сегодня нет. Вы можете с ним заключать договор. Я не могу вам навязать, что идите с Никанором, идите с Анатолием. То есть, это ваш выбор. Понимаете? Но я сегодня что предлагаю? Я предлагаю, чтобы подрядчики вышли на место, взяли один как за образец. Самый дорогостоящий проект. Вот у Алины, да? Берем ее самый дорогостоящий проект, выполняем и смотрим по факту, сколько это стоит. И тогда уже это будет приемлемая цена или приемлемая. Тогда мы будем уже понимать уже для всей улицы Сорокской, что получается. Второе может вот Анатолий взять у вас, к примеру, да, вам сделать по факту. И получается у вас дешевле цена, чем у них. У вас выходит, к примеру, там 10 тысяч, 8 тысяч. Понимаете? Вот что я предлагаю сделать. В одном, например, две подряды организации, в двух разных колодцах. Если вы сами говорите, что у вас там по три, по четыре подключения. С чего-то же надо начинать. Просто то, что мы все лето просидели, ничего не делали, это плохо. Мы собирались подключать, чтобы на это сделали. Как вас зовут? Меня? Ирина. Ирина. Мы получаемся с Алиной одинаковым. Вот смотрите, Ирина, вот вы сейчас сами говорите, вам присутствует дворинга говорить. Мы начали про эту проблему говорить в мае. Сегодня у нас октябрь. И получили 44 проекта. В июле месяц мы сделали личный проект. Ну это вы сознательно, а остальные не сделали. Я же не могу сказать, я говорю, да я хочу, конечно. Хотя все хотели, все хотели улицу Саровскую, нужна канализация. Нужна канализация. Вот сделали канализацию, теперь не можем подключиться. Мы согласны. Мы согласны, потому что с дорогой и там с транспортом. А дорога все от вас зависит. Только вы подключите, будет ремонтироваться дорога. Ну вот, допустим, я думаю, что Алина и Валентина, мы пойдем по лусь. Мы согласны, чтобы если бы сделали как... Ну вот. Мы согласны это сделать. Так что скажете подрядная организация? У всех там есть грибные ямы. И чтобы не строить колодцы во дворе, можно провести с этих грибных ям прямо к центральной канализации без... И удешевляется работа. Ну, вы подрядная организация, вы на месте, вы практики. Я думаю, что вы с выхода на место решите данную проблему, и эта проблема будет решена. А пока мы подключим центральную канализацию, я... Еще один вопрос. А будет ли работать центральная канализация? Будет она работать или не будет работать? Еще это лучше. Лариса Ивановна, когда она у нас сдается? В конце октября? Будет ли работать центральная канализация? Будет, да. Правильно. У них срок конец октября, насколько я помню. Испытание еще не сделано. Но! Испытание мы не можем сделать, потому что мы не подключились. Как нам сегодня сделать испытания, если... Возможно, организация выполняет испытания, потому что у них есть программы... Они нас заверяют, согласно договору, о том, что они готовы к тому, чтобы пуск к канализации был. Но сегодня, я еще раз говорю, проблема в домовладении. Нам сегодня надо сдвинуться к этой мертвой точке о том, чтобы люди подключились. И мы забыли эту программу уже. Получается, что канализацию они построили первым этапом, да? А мы не можем к ней подключиться. Можно пролить, заказать машину и делать испытания. В принципе, это можно. Ну, это же уже на очистные сооружения, Сережа, поступает? Нет. Мы не заглушили. Линия полная. Но линия полная. Но она стоит полная. Но она полная, значит, уже течет. Значит, какие угрозы есть по этому подключению? Там, те два участка, где напорные, вот там, что электричество на насосную не подадут до сдачи в эксплуатацию. Но это не касается улицы Сорокса. Энергия уже подана. Энергия уже подана. Энергия уже подана. Энергия уже подана. Энергия уже на счете подана. Ну, значит, даже эти два. Остается только тот сегмент, где нету коллектора. Конец Сорокса и инженер. Но это вторая часть. Это вторая часть. Поэтому этот коллектор, если он полный. Но Сергей Грибчев полный стоит. Значит, все, он функционален. Почему он полный? Потому что ты поставил заглушку. Там воды-то не должно быть. Не действующее же время. Это пускай качает, промывает. Там она заедела за сколько времени там. Пускай подготовит. Мы готовы быть к проливу? Да. Значит, Лариса Ивановна. Да. Значит, вызывайте этого экологического агента. Пускай делает пролив. И смотрит по сбросу. Понятно? И вы мне эту ситуацию доложите. Дальше. Какие сроки нам нужны, чтобы начать подключение, будем так говорить, этих первых домового денег? День на дом. А? Я слышал, день на день дом. День, я думаю, в день. Смотря на сколько копать. Ну да. Если 2,70 копать, я думаю, что день копать будем. Сейчас, если пойдут еще дожди, мы к нам обещаем. Ну, может, по-нашему. Примерно так. Лариса Ивановна, значит, давайте так. Вы в пломном контакте с подрядчиками. До пятницы они хотят просчитать, но я бы на месте подрядчиков, наверное, брал бы свой личный состав, выезжал бы на место и начинал бы на месте начинать работать. И тогда только мы поймем, сколько по факту это стоит. Так, теоретически, мы все понимаем, что это стоит, образно говоря, 50 тысяч колодец. Но практически уверен, что он будет дешевле. В 12-й. Там еще перед началом работ надо взять уртюрт на разрытие. Лариса Ивановна, знаете, что такая есть ошибка? Да. Проект какого года? В 12-й был. Нам? В 15-й. В 14-й. Да. В 14-й. Я помню те ситуации, те баталии. Все я помню. Просто вот тогда надо было идти по людям и говорить людям, что это будет стоить такие-то деньги. Это не будет бесплатно. Вы частный сестер, понимаете? А вы ничего не пошли. Людей всех ввели в заблуждение. Они подумали, что это будет бесплатно. И обрадовались, понимаете? До сих пор так было. А получается, что надо, кажется, по включению платить. Бесплатно, да. Вот. Город выполнил вам кругу. Сделали. С этого выиграет кто? Только горе. Они у нас получают дивиденды. Могли бы вы уже взять на себя подключение людей? Почему они не подключали нас? Спросите. Да, вы называете, пожалуйста. Мы вам приводили к КРЧ-бану. Да, вы тоже построили. Только там 40 домовладений. Да. Подключено. Да. На обслуживание насосной станции нам отходится гораздо больше, чем... Ну, Сергей, знаете, как я говорю? Ну, есть где-то и жирные куски, где вы получаете... Поэтому... И получаете неплохие дивиденды. Тут тоже тут две насосные станции. Верю вам. Но тут вы могли сделать джесс-городу в вашем руководстве и сказать, подключаем бесплатно. И представьте, как улица Сорокская вышла бы и сказала, Гольберг, спасибо. Я понял, Сергей, что вы это не решаете. Лариса Ивановна, поэтому еще раз, пожалуйста, берите, общайтесь с подрядчиками. На место выходите, начинайте... Не хочу говорить эксперимент, а практические работы. И до пятницы, пожалуйста, доложите мне на какой этапе. Значит, вы на улице Сорокской собираете людей, докладываете людям, что вот состоялось совещание, по итогам совещания. Экспериментальные два колодца, будем так их называть. Это ваш и один ваш. Одна подрядная организация у вас, у вас вторая подрядная организация. На практике будут выполнять работы и по факту будут уже понимать, какое финансовое покрытие. От этого уже будут все люди понимать стоимость данных работ. Всех устраивает? Думаю, что всех устраивает. Но, а там уже внутренние ваши на улице Сорокской, когда спрашивают, переподключение от старой верки к новой верке. И это стоит до 500 лея, но как бы это уже, знаете, ну это стоит... Да. И тем более вам Глоренко приснил, зачем сидеть на старой канализации, если никакой гарантии на ней нет. И вы видели, в каком она состоянии. Что нет, лучше переключиться на новую. Аварийная. Главное, сколько там, сколько мы посмотрели? Пару домов было, наверное. Вначале, пару домов. Пару домов, знаете, как... Вы слышали, как они себя велеете пару домов? Да. Да и школа третья, куда вы тогда уходите? Вот в тот новый коллег. Новый? А он же не действующий. Вот он полный. Он полный. Она стоит сейчас полная вся. Живан, вот доложили же с горями. Так, хорошо, подытожим вопросы. Когда мы встретимся, но у вас представители... Это сейчас вы обсудите, наверное, да? Да. Обсудите, ну, хотите при мне, обсудите. Просто, я так понимаю, они их еще изучают, помогут. Да, можно колоться, эти выгребные ямы за забором колоться не ставить, а то еще выпишем. Ну, смотрят, в каком состоянии эта яма, так, Сереж? Тут надо все индивидуально смотреть. Индивидуально, как раз, да. Сейчас, когда, ну, не знаю, пока вот подрядчики... Есть подрядные ямы? Подрядчики смотрят, можете пока выйти водички попить, они посмотрят, минут через десять к ним зайдете, и они скажут, когда вы там встречаетесь. Так устраивает всех? Да, чтобы мы знали точно, когда мы увидимся. Ну, у вас есть брага на связи, она у вас связующее звено, она будет так говорить уже все, она уже пленная у нас. Между улицей Сорокской и нами. Все, тогда всем спасибо.